Здравствуйте! Сегодня мы будем делать вот такую вот аппликацию Кошка на окошке. Для работы нам понадобится белый лист формата А4, альбомный лист плотной бумаги, линейка, ножницы, клей, карандаш, ластик и цветная бумага. Вы можете использовать цветную бумагу из наборов, или взять листы из ненужных старых журналов. Там придется повозиться, подбирая цвета. Итак, начнем. Нашу работу мы начнем с того, что выполним раму окна, вот эту белую раму. Для этого нам понадобится лист бумаги, белой бумаги, ну или какой-то другой оттенок, который вас устраивает для рамы, формата А4. Это обычный альбомный лист, только бумага должна быть плотной, иначе она не будет держать форму. Кроме того, мы будем использовать линейку, карандаш, ножницы. Итак, приступим. Прежде всего я отложу вот эту линию подоконника. Подоконник у меня шириной 3 сантиметра, я его откладываю. Как это делается? Если вы не умеете работать линейкой, либо научитесь сейчас, либо попросите кого-то из старших. Ну попробуем вместе. Смотрите, я нолик, да, помещаю вот в начало, в начало листа вот здесь в уголок, вот у меня ноль, а вот три. И вот я откладываю 3 сантиметра с одной стороны. И с другой стороны тоже самое. Пожалуйста, посмотрите, вот с другой края листа я откладываю 3 сантиметра. Теперь я эти две точки соединяю. Подвожу снизу линейку к ним и провожу линию. Я нажимаю на карандаш для того, чтобы вам было видно эту линию четко. Вы можете не нажимать сильно. Так, теперь я откладываю вот этот размер, вот этот вот, то есть высоту рамы окна. Она у меня полтора сантиметра. Вы можете использовать другие размеры, если у вас другой размер бумаги, но я вам говорю свои, чтобы вам не думать над ними, если у вас стандартный альбомный лист. Так, вот я прикладываю опять нолик, да, к началу. Вот вы видите, да? И вот здесь откладываю один с половиной сантиметр. Вот один с половиной сантиметра. И соединяю эти две точки вот таким вот образом. Так, сверху, верхний край окна, видите, да, вот он. Он у меня два сантиметра. Немножко шире, чем нижний край, чтобы разместить там занавеску, чтобы она хорошо держалась. Вот смотрите, сейчас мы попробуем это сделать. Я перевернулись, чтобы вам было понятнее и удобнее. Вот. Я нолик прикладываю к уголку. Здесь откладываю два сантиметра, видите, цифра 2. Вот. А здесь точно так же прикладываю к углу. Видите, да, нолик. И откладываю цифру 2. Вот здесь вот. Напротив цифры 2 ставлю точку. Теперь соединяю две эти точки. Так у нас подоконник, нижний край окна рамы и вот верхний край. Теперь, смотрите, нам нужно вот эти боковые еще стороны рамы нарисовать. Они у меня 2 сантиметра, нет, полтора сантиметра. Полтора сантиметра. То есть я прикладываю вот в этой точке. Откладываю полтора сантиметра. Это один сантиметр и еще половинка. Один с половиной сантиметр. И здесь тоже нолик к краю. Один сантиметр и еще половинка. Соединяю вот такой линией. И точно так же с другой стороны. Вот нолик. Один и половинка. То же самое. Один с половиной сантиметр. Провожу линию. Опять возвращаю на прежнее положение лист. И теперь остается только сделать вот эту вот центральную перекладину окна. Я ее сделаю с помощью того, что я просто отложу вот этот размер стекла. Он у меня 8 сантиметров. В ширину. Вот так вот. Этот 8 и этот 8. Сейчас я это сделаю. Вот смотрите. Значит, вот к этой вот точке, к этой. Вот от нее я откладываю сюда 8 сантиметров. Прикладываю нолик. И 8. Вам видно? Вот циферка 8. Вот напротив нее. Вот так. И то же самое наверху. Соединяю. И с другой стороны откладываю тот же размер. Вот так. Вот так вот. Теперь мне надо будет вырезать вот эти большие кусочки, которые, собственно, у нас будут стекла, через которые будет виден мир за окном. Вот эти вот прямоугольники мы вырезаем вот эти вот. Я беру для этого ножницы. Могу на весу, могу просто вот так ластик подложить в том месте, где буду протыкать ножницами бумагу для безопасности. Вот так. Вот так проткнула. И начинаю резать вот таким образом по линии. не отрежьте лишнее. Не забывайте, что по краям у вас рама со всех сторон. И вы вырезаете только внутри рамы ту часть, которая будет застекленной. Если получится немножко криво, не страшно. Это не повлияет на выразительность работы. Вот. И точно так же вторую часть вырезаем. Ну вот. Вот мы получили с вами два таких отверстия в раме. Можем туда поместить лист цветной бумаги, который изображает небо. Любой на самом деле. Мы об этом поговорим позднее, чтобы вы видели, что получилась точно такая же рама. Ну и еще, что бы мне хотелось, мне бы хотелось как-то цветом, чтобы отличался подоконник от рамы. Поэтому я приготовила вот такой вот серый цвет бумаги, кусочек, по размеру вот этой рамы. Это не обязательно. Вы можете просто его закрыть, но очень аккуратно карандашиком. Лучше не красками, потому что краски, они могут покоробить бумагу. Если у вас не очень плотная бумага, она, скорее всего, покоробится, вам это будет мешать потом. Ну, можно. Для того, чтобы поместить сюда вот этот серый листочек, я приготовила специально в салфеточку. Вот я его сейчас с обратной стороны намажу клеем. Ну, у меня, как видите, с другой стороны просто бумага, которая использовалась раньше как чертежный формат. И тут есть чертежная рамочка. Не обращайте на нее внимания, это просто может быть кусочек с обратной стороны белый, какой угодно. Вот, мне важна вот эта сторона, которая у меня серого цвета. И вот теперь, да, обязательно на салфетке. Обязательно на салфетке все клеим. Поэтому я намазала клеем, помещаю сюда свою новую раму, с которой я работаю. И вот так вот я серым цветом хочу отметить подоконник. Он будет у меня немножко другого цвета, чем рама окна. Это будет просто более красиво. Но это не обязательно. Не хотите, можете оставить подоконник белый, как это часто бывает в домах. Вот так вот. Итак, наше окно готово. Теперь нам осталось поместить туда героев. Котенка, занавесочки поместить. Все, что мы хотим поставить на окно или поселить. Ну вот, теперь я хочу поместить на окно котенка и вазу с фруктами, например. Для этого мне надо вырезать котенка для начала. Я это сделаю, но надо нарисовать, больше никак. Откуда я его возьму? Возьму листочек бумаги. Вот так примерно. Прикину, какого размера будет котенок у меня. Вот где-то вот такой вот. Так, теперь я начинаю его рисовать. Он будет состоять из трех кружочков у меня. Вот головы, верхней части тулощины, нижней части тулощины, ну и хвостик надо будет нарисовать. Рисую, это несложно. вот так рисую значит голову. Хотят большая голова. Вот уши. Уши тоже большие могут быть. Вот так вот ухо. Вот так. Дальше верхняя часть тулощины, это тоже кружочек, такая грудка. Мы будем смотреть на него со спины, поэтому все-таки не грудка, а спинка. и вот здесь вот еще вот так вот так вот так вот нижняя часть тулощины. Такой снеговичок немножко получается, но на одну сторону наклон сделаем. И вот так соединяем. Вот. И вот. И вот хвостик у нас здесь будет. Хвостик, который лежит на подоконнике. Вот. И вот так теперь вот немножко я выравниваю это все. С этой стороны поменьше, с этой стороны побольше. Можно сделать покрупнее голову. У котят она вообще очень большая голова. Ну, сейчас посмотрим, что у нее получилось. Я вырезаю сейчас вот этот котенок, который я нарисовала, с помощью ножниц. Ну, вот такой котенок у меня получился. Я его только что вырезала. Причем можно как вот в эту сторону повернуть, так вот и в эту сторону, как вам больше нравится. А теперь я думаю, что надо бы все-таки сделать каким-то цветом. Конечно, вы можете его раскрасить, если у вас нет цветной бумаги совсем. Но, насколько у нас родителей какие-нибудь старые ненужные журналы с картинками. вот я поискала у себя в доме, нашла листочки таких журналов. И там поискать подходящий цвет. Вот я нашла вот эту часть коричневую, решила, что для котенка подходит. Вот теперь я приложу, посмотрю, как мне его лучше разместить. Здесь, ну, вот так можно, да? Например, вот так. Ну, на хвостике будет немножко беленького, ничего страшного. так вот и я силуэт котенка обвожу с помощью карандаша или ручки. Ну, вот я его обвела. Вот. А теперь я вырезаю. Не очень хорошо видно, но поверьте мне, что здесь вот линии есть. Сейчас я по ней буду вырезать аккуратно. Ну, вот я вырезала вот силуэт котенка из журнала. Как я общала, будет только маленькое пятнышко на хвостике. Его можно закрасить фломастером, можно оставить так. Теперь он очень мягкий. Можно, конечно, положить вот сюда, вот, в соседство с нашим котенком предыдущим. Можно посадить его одного. Очень трогательно может, если они вдвоем будут смотреть в окошко. То есть вы можете делать не одного котенка, а несколько разных цветов. Ну, вот, единственное, что если вам хочется, что очень мягкий, мягкий был лист журнала, очень мягкий журнал, то что можно? Можно на всякий случай продублировать его плотной бумагой. У вас же остался еще второй кусочек от второго окна. И вот я могу что сделать? Я могу котенка обязательно либо на салфеточке, либо прямо на этой же бумаге, которую будете клеить. Я переверну на другую сторону, и с другой стороны я его смажу клеем. Осторожно, не надо торопиться, чтобы не смять. Тоненький листочек. Так, обязательно края только надо промазать. И вот теперь сейчас переверну котенка. И вот так вот попробую аккуратно наклеить. Видите, настолько тонкие, тонкая бумага, что она пытается свернуться в трубочку от клея. Нельзя это позволить ей сделать. Теперь уже когда высохнет котенок, он будет более ровный, более плотный. Уже поможет за него не беспокоиться, что порвется бумага в какой-то момент. Мы его опять-таки уже вырежем наклеенного. Вот так. Вот. Вот так. И поместим спокойно на окошко. Вот я уже почти дорезала хвостик. Вот. Откладываю. Вот я достала уже второе окошко, чтобы оно было видно. У меня котенок здесь будет на своем окошке. Вот так вот. Если немножко загнулось бумага, ничего страшного. Вот так можно разместить его. Смотрите, я пока котенка не приклеиваю. Это есть небольшая хитрость. Потому что если я его приклею сразу к окну и к фону, я не смогу поменять фон. А мне хочется, чтобы фон можно было поменять. Сделан день, ночь, утро за окном. Поэтому у меня котенок пока сидит только на окошке. Хотя можно приклеить, но приклеить его можно только в нижней части. Вот хвостик. Вот я могу намазать вот так вот. Только хвостик и нижнюю часть туловища котенка приклею. Тогда вы уже его не подвинете. Все, он у вас будет смотреть в окно. Пускай даже с этой стороны ничего страшного. С этой стороны смотрит в окошко. Теперь вазочку. Для этого я полистала. Можно вырезать вазочку любого цвета. Можно из той же страницы, которую вы использовали для этого. Здесь можно вырезать. Но я пока ее приберегу. Я нашла вот такую замечательную корзиночку в журнале. Я ее вырежу, пожалуй. Сейчас посмотрим, как она у меня встанет на окно. Красиво или нет. Смотрим. Вот такая корзиночка на окне. Великовата она все-таки. Как вы думаете? Немножко меньше ее сделаю. Смотрите. Тут вы уже работаете с композицией. Вы смотрите больше, меньше будет то, что стоит у вас рядом с котенком. Не будет ли она очень большая или наоборот вам нравится. Хорошо. Тогда можно сюда вырезать какие-то фрукты, клубочки. Но здесь можно из этого сделать клубочки или фрукты. Я так учула, что здесь какие-то такие кружочки. Нет, у вас нет таких кружочков, пожалуйста, возьмите цвет любой, который вам подходит для фруктов, для яблок, например. Можно взять даже просто отклея вот такую крышечку, она кругленькая, обвести ее. Я здесь взяла ручку, темный очень журнал, карандаш на нем плохо виден. Ручка будет видна. Можно ручку, можно фломастер, чтобы вам было видно, чтобы вам было удобно. Потом я обвожу несколько штучек, потом мы их вырезаем. Ну вот я вырезала здесь два красных клубочка таких темно-красных или фруктика каких-то, не знаю, что это может быть. И вот я заранее приготовила еще два крупных бледно-зеленый и желтый. Сейчас разверну так, чтобы были. Вот они у меня на дальнем плане, поближе будут лежать красненький темно-красный и вот этот. В чем проблема? Мне надо обязательно, чтобы они приклеились у меня к корзинке, поэтому эту корзинку я поднимаю. Корзинку я намажу клеем всю. Можно использовать кусочек бумаги в качестве клеенки, чтобы не испачкать стол, либо клеенку все-таки салфеточку, на которую все это намажите. Я смазываю верхний и нижний край вазочки. Теперь я накладываю на фрукты, которые у меня уже там лежат, вот так накладываю корзинку. Этот край сначала прижимаю и потом вот так к подоконнику. Все, оно закрепилось. Больше ее подвинуть нельзя. оно приклеилось. Теперь мы, вот видите, можем поднять это окно и посмотреть, какой мы хотим вообще цвет поменять. Там синий, темный, поменять цвет окна и устроить за окном какой-то пейзаж утренний, вечерний. Но об этом мы поговорим наверное в следующий раз.